Здравствуйте, друзья! Понедельник, новая неделя началась, январь заканчивается, лепота. Вообще, начинается такой, ну, не то чтобы как-то очень загадочный, но все-таки политический сезон такой начинается, когда в демократической партии проходят праймерис, то есть такие выборы внутри партийные. На эти выборы, кстати, может прийти практически любой человек. То есть не надо быть там зарегистрированным членом демократической партии, это можно быть зарегистрированным независимым. Вот я как зарегистрированный независимый избиратель могу пойти и проголосовать. Я знаю людей, которые зарегистрированы были как республиканцы, и тем не менее тоже вот ходили там на демократические выборы и за кого-то голосовали. То есть они по определению открытые. Например, вот во случаях в штате Калифорния так, выборы республиканские ограничены, участие в них ограничено членами партии. То есть теми, кто зарегистрирован, это такое простое членство. То есть вы должны зарегистрироваться как избиратель, который себя ассоциирует с республиканской партией. Особенно вы решаете, вам не нужно там сносов платить или что-то. Вот пошел зарегистрироваться. Можешь ходить вот там на выборы такие внутренние и там голосовать. Вот так что начинается это все с таких странных штатов. Вот там Айова первая. Конечно, если бы первым был, например, штат Калифорния, представляете, да? Насколько бы интрига выдвижения кандидата была бы, так сказать, ослаблена, да? Потому что если уже Калифорния сжахнула, то с этим трудно спорить. Понимаете, там последующие штаты, которые потом подойдут, они уже имеют дело с каким-то серьезным раскладом. Сейчас, ну что там, какие-то такие там, в общем, несерьезные штаты с точки зрения количества голосов, которые у них есть. Нет, все штаты равноценно серьезные. Я имею в виду для определения кандидатов их вклад, как бы такой несерьезный, маленький, незначительный. Но в этом и фишечка. Вообще, надо сказать, что, по-моему, первый год сейчас, когда Калифорния голосует не ближе к концу, а ближе к началу. То есть передвинули Калифорнию. То есть раньше, когда калифорнийцы голосовали, уже, в общем-то, все было ясно, как божий день. И это, как бы, было уже не так интересно. Сейчас они ее поближе передвинули. Вообще, какая-то перетасовка там произошла. Очень много спекуляций, что вот кто соберет, сколько соберет, там, и так далее. Хотя, в общем-то, надо сказать, что количество кандидатов, которые реально могут, ну, хоть на что-то претендовать, исключительно ограничено. Ну, там, ну, может быть, я не знаю, там, ну, 5 человек это максимум. И то мы понимаем, что из этих 5, там, допустим, двое, так у них шанс чисто символический. Надо сказать, что в Айове набирает популярность, так, растущую такую популярность. Почему-то Сандерс сейчас вот пошел в гору. Трудно даже сказать, что там у них происходит. Я думаю, что, наверное, кто-то знает, но просто мне лично разбираться в этом не хочется, потому что никакого значения это не имеет. Сегодня вот я прочитал интересные факты там. Я люблю факты всякие читать. И вот там, например, было написано, что Сандерс за год, 19-й год, собрал 100 миллионов долларов, 100 миллионов долларов, вот туда, к себе, в избирательную кампанию, от 5 миллионов человек. То есть он собирает на интернете. В свое время первым человеком, который на интернете собирал деньги на избирательную кампанию, был Обама. Когда он вот на свой первый срок шел, он, то есть, собрал такие жуткие деньги, он просто деньгами забил всех. Ну, то есть, в несколько раз забил. Он раза в три или в четыре у него было больше денег на кампанию избирательную, чем вот с кем он тогда конкурировал. Я не помню, Маккейн, по-моему. Вот, и вот начиная с Обамы, сборы денег с интернета стали серьезным таким вкладом, потому что до него это в основном были, ну, как бы люди там, капитал, корпорации, там, и так далее. А здесь вот, пожалуйста, 5 миллионов человек скинулись на 100 миллионов долларов. Так, неплохо. То есть, он из демократов, наверное, самый зажиточный с точки зрения денег на избирательную кампанию, кроме господина Блумберга. А господин Блумберг, он там раз в 20 более состоятельный, чем Трамп. Вот представьте себе, что если состояние Трампа оценивалось там в 3 миллиарда, то этот, соответственно, там где-то, наверное, за 50. И он готов потратиться, так сказать. Он чувствует, что его час пришел, и ему хочется потратиться. Причем он не то, чтобы даже так говорит, хочу быть президентом. Он говорит, ну, хочу, в общем, поучаствовать в выборах президента, чтобы вот этому больше там, как бы, не обломилось. Ну, говорит, выберут меня буду я, значит, не выберут меня, ну, значит, я тогда хоть как смогу поучаствую, чтобы вот мимо этого прошло. И особой такой интриги, в общем-то, не наблюдается. Потому что, ну, даже если мы посмотрим, что было год назад в опросах по популярности кандидатов от Демократической партии, примерно то же самое и сейчас. То есть на первом месте уверенно идет бывший вице-президент Байден. Он, хотя он такой не беспроблемный чувак, надо сказать, но единственный, более-менее умеренный, понимаете? Потому что далеко не все демократы и далеко не все доноры Демократической партии, кто денежку дает, уж такие совсем свихнуты левые. Но вот если у республиканцев как бы от умеренного, да, свихнулось в сторону такую правую, то у демократов, соответственно, свихнулось в сторону левую. Так ведь маятник туда пошел, сюда пошел. То есть если на выбор, когда вот, да, там Клинтон боролась с Трампом, Сандерс был единственным таким реально левым у демократов, да, на предварительных выборах, то сейчас единственный, более-менее не левый, это вот Байден. Поэтому, ну что, что получается? Значит, с моей точки зрения, сила Сандерса, популярность Сандерса, хотя он такой возрастной мужичок, надо сказать. Сила его составит в том, что он, как сказать, не продается. Он не испорчен властью. Он никогда не был ничем больше сенатора. Хотя он давно сенатор. Он был где-то там мэром, был там небольшого городка. Но он не испорчен властью. На него нет, не только нет никаких нареканий, что он там взятки брал, там, или что-то такое делал, но понятно, что он и не возьмет. И он, вот у него есть принцип, и он будет за этот принцип. Но, и вы скажете, а что хорошего? Там, может быть, нам не понравится его принцип. Может быть, вам не обязательно должны нравиться там все принципы всех, кто участвует, но, во всяком случае, он не торгует принципами. Вот это, это как бы существенно. И он не пытается выйти за рамки конституции, законов, сломать там то, что можно сломать и так далее. Вы можете сказать, а как же можно сломать конституцию, как можно сломать там что-то такое. Исключительно не так сложно. Исключительно не сложно. Дело в том, что очень многие правила игры не прописаны нигде на бумаге. Вот они как бы так исторически и традиционно, они в рамках традиции, так сказать, все придерживаются. Ну и поскольку все придерживаются, то можно на бумаге и не писать. И вот если, допустим, 90% всего у вас так просто традиция, а 10 прописаны, то когда возникает вопрос, а собственно, а почему мы придерживаемся? Вам говорят, ну традиция такая, говорят, но на бумаге не написано. Ну, говорят, на бумаге нет. Все, говорят, отменяем. Придерживаться не будем. Знаете? И тогда получается, что рушится вся система правил. Их можно не соблюдать. И в этом смысле гораздо более даже уязвимая система, например, в Великобритании. Потому что Великобритания исторически вся на традициях. Знаете, на самом деле роль традиций там более высокая, чем, например, в Соединенных Штатах, где многие традиции там они знать не хотят и так далее. Ну, тоже есть свои, конечно. А в Великобритании прописанного еще меньше в процентном отношении. То есть, если приходит кто-то, кто говорит, все, что не прописано, я знать не хочу, ко мне оно не относится, делают так, как считаю нужным, то как бы вы можете сказать, ну давайте мы в суд, давайте мы сейчас соберемся все вместе, давайте мы будем решать, это по закону или не по закону, это по конституции или не по конституции и так далее, и так далее. И дальше мы начинаем попадать в дискуссию. Потому что вот сейчас, например, очень интересная дискуссия идет в Сенате, где обсуждается импичмент Трампа. И выходят люди, адвокаты, как бы говорят, не написано нигде, что злоупотребление властью незаконно. Они говорят, вот нет, вот покажите нам такое место, где написано, что это нарушение закона, что у нас президент злоупотребил властью. Они не говорят при этом, да, он злоупотребил, но это незаконно. Нет, они так не говорят. Они говорят, мы не говорим, что он злоупотребил. Но даже если бы он злоупотребил, где написано, что это незаконно? Тут выходят другие специалисты, адвокаты и так далее. И начинают говорить, ну посмотрите, вот Джефферсон сказал, вот Линкольн сказал, вот была дискуссия, вот они так порешили, туда-сюда. Но на бумаге не прописано, понимаете? Я пытаюсь поровнее поставить камеру. Не написано на бумаге. И такая вот интересная ситуация. То есть фактически возникновение тех или иных ситуаций приводит к тому, что на бумаге что-то становится написанным. Например, в свое время была традиция, что президент больше двух сроков не служит в этой должности. Но президент Рузвельт сломал традицию. Он пошел на третий срок, избрался, пошел на четвертый срок, избрался, умер. То есть он реально был избран на четыре срока. После чего эту норму, которая сложилась как, ну просто, естественным образом, ее тогда уже ввели, как законодательную, эту норму. Ну в общем, есть очень много такого, что периодически время начинает это испытывать. И люди, которые вокруг стоят, они говорят, да, что-то какая-то ерунда получилось. Действительно, надо как-то подрулить. Например, вот те же самые первые десять поправок к Конституции Соединенных Штатов, то, что называется Биль о правах. Там первые десять поправок. Их вообще, по-моему, двадцать, боюсь соврать, двадцать пять, четыре, двадцать семь. Вот первые десять. Вроде бы есть Конституция. Вы скажете, а что же ее менять? Конституция, уже она хорошая. Разве непонятно из Конституции, что человек не обязан сам на себя в суде, там, скажем, или там в следствии наговаривать, что за это, вот, скажем, его нельзя за это наказывать, что он молчит и на себя не рассказывает. Ну вот, может, или да, или нет. Вот сделали поправку такую. Сделали поправку, что сказать можно, человек имеет право говорить все, что угодно. Нельзя человека наказать за то, что он высказывает собственное мнение. Если он клевещет, если он там злобствует и сознательно гадость какую-то там и так далее, это один разговор. Но если он искренне верит во что-то, он имеет право сказать абсолютную бред, он может лгать, в принципе, если это ложь, как бы, то, что он верит. Специально сделали, вот, взяли, записали. Сразу этого в Конституции не было. Вы можете сказать, а почему сразу не было? В голову не пришло. Потом столкнулись с практикой, да, и вот выясняется, что и тут непонятки, и там непонятки, еще что-то сделали 10. Поправка раз, поправка два, поправка три и так далее, и так далее. Так что это процесс такой вечно молодой. То есть все время что-то происходит, жизнь вносит коррективы. И это прямо у нас вот на глазах происходит. Я думаю, что, на самом деле, вот эта система с выборщиками, когда у нас уже получается, что там чуть ли не два подряд, да, два подряд республиканских президента становятся президентами, не собрав большинства голосов по стране. То есть раньше такое тоже бывало, но это было крайне редко. Это была экзотика, и как бы на это никто внимания не обращал. А сейчас получается, что как бы система перестала опираться на интересы большинства, а она как бы становится системой меньшинства. То есть как бы у нас так сделано, что меньшинство могло рулить, но так не положено. То есть я думаю, что это тоже в какой-то момент должно подвергнуться какому-то осмыслению, переосмыслению. В общем, такая вот у нас интересная жизнь. Начинаются праймерис. В течение месяца-полутора будет ясно абсолютно все. То есть если на сегодня какие-то еще спекуляции, а вот этот, а вот тот, а там поддержали, а там ему эндорсмент дали, а здесь он там чего-то еще. Еще, хотя в принципе мы видим, вот когда люди говорят о будущих выборах уже президентских, разные там специалисты высказываются и так далее, как правило, все говорят Байден. То есть вот из 10 человек, которые там говорят, что на эту тему говорят, ну вот когда там встретятся там Трамп и Байден, один раз я видел, как я сказал, Трамп и Ворон, Элизабет Ворон. Ну поди, знай. В общем, я не знаю, но во всяком случае Сандерс, да, тоже интересный такой дед, такой принципиальный, собой не торгует. Вот я думаю, что вот его принципиальность, неподкупность, честность, он чего говорит, то и делает, он не врет. И он не собирается, возвращаясь к вывертыванию Конституции, так сказать, вот в темные зоны, которые не прописаны, но в рамках традиции, он традиции ломать не будет. Он не будет делать того, за что сейчас вот вытаскивают на импичмент там президента, который злоупотреблял властью, и в общем-то там, это мягко, если сказать, что он там делал, поэтому... А дальше уже интерпретации, вот как бы он не даст повода для таких интерпретаций. Обама давал, Обам тоже там интерпретировал кое-чего, и подвергался там и критике, и битью за это дело. Так что, в общем, интересное время.